Наступило вторая половина лета, на улице жарко, и очень активно развиваются насекомые и болезненные растения. Для того, чтобы эффективно бороться с болезнями и насекомыми, мы будем применять органические препараты, которые не нанесут вреда ни вам, ни детям, ни животным, а с болезнями и насекомыми довольно эффективно борются. Это препараты на основе хищного гриба метаризм и грибка триходерма. Многие видели, что на яблоках есть отверстие – это плодожорка. Для того, чтобы получить на следующий год урожай без плодожорки, я на своем участке буду применять препарат на основе хищной нематоды и внедрены в нее специальные бактерии, которые эффективно борются с плодожоркой. Этот препарат не надо вносить непосредственно в места скопления плодожорки. Нематоды, которые содержатся в этом препарате, сами найдут вредителя, внедрятся в него и переработают его в удобрении. А называется этот препарат энтонем-Ф. Для того, чтобы эффективно избавиться от насекомых в теплицах и в открытом грунте, я применяю препарат на основе хищного гриба метаризм. Этот грибок поселяется на хитиновом слое насекомого, прорастает внутрь насекомого и уничтожает его. В этом году этим препаратом очень эффективно избавился от паутинного клеща в теплицах. Сейчас у меня паутинного клеща нет. Препарат называется метаризм. Для борьбы с листогрязущими насекомыми я применяю чёрное мыло. Это мыло содержит вытяжку из хвойных пород древесины и содержит хищный грибок метаризм. У себя на участке я использую препарат, который содержит различные виды грибка триходерма, который эффективно помогает бороться с болезнями на растениях. Этот препарат называется триходермин. Для обработки по листу я использую зелёное мыло. Но это не то мыло, к которому все привыкли. Это зелёное мыло, помимо хвойного дёгтя, содержит в себе грибы рода триходерма. Соответственно, это мыло более эффективно борется с болезнями на растениях. У многих сейчас созревают огурцы и томаты. Чтобы получить более качественный и обильный урожай, самое время подкормить ваши культуры. Для томатов, баклажанов и перцев я использую удобрения на основе куриного помёта, который содержит полный комплекс азота, фосфора и калии, необходимые концентрации, нужные для растений, а также микроэлементы. Для огурцов и бахчевых культур соответственно удобрения для этих культур. Также содержит полный комплекс микроэлементов и питательных веществ, нужных для ваших растений. Для того, чтобы эти элементы лучше усвоились, обязательно пролейте после внесения удобрений препаратом, содержащим бактерии. Он называется экстрасол. Эти бактерии помогут лучше усвоиться удобрением, а также защитят растения от болезней. Для тех, кто соскучился по посадкам, сейчас самое время посадить редис. Сегодня я приготовил интересные сорта редиса. Это такие сорта, как Велари, Орли, Мондиаль. А также старинный сорт, это красный великан. Редис вырастает до 80 грамм, длиной до 14 сантиметров. Очень сочный, вкусный редис. Пользуйтесь современными средствами защиты растений, удобрениями и получайте великолепные качественные урожаи на ваших участках. В центре эффективного садоводства Ивана Якшина большой выбор товаров для дачников. Внимание! Открылся новый магазин на улице Волгина, 122.